Многие организации Чувашии по праву могут гордиться своими сотрудниками, ветеранами Великой Отечественной войны. Их подвиги памятны и сегодня, ведь каждый нашел в себе силы не только пережить то страшное время, но и внести значимый вклад в становление страны в послевоенные годы. Прокуратура Чувашии традиционно чествует своих героев. Все они отдали этой службе десятки лет жизни и по сей день принимают активное участие в торжественных мероприятиях. Только с каждым годом их количество заметно уменьшается. На этот раз из шести ветеранов смогли прийти только трое. Мы преклоняем колени перед нашими ветеранами, перед их подвигом, понимая, что это они защитили мир от фашизма, принесли мир на нашу многострадальную землю, подняли из руин их пепла нашу разрушенную Родину. Минуты молчания почтили тех, кто остался на поле боя и тех, кто не дожил до 68-й годовщины победы. Но самое ценное это то, что мы по-прежнему можем увидеть и поговорить с живыми легендами войны. Яков Мартьянов был призван на службу в Забайкальский военный округ, в 210-ю стрелковую дивизию. Стал помощником наводчика 76-мм пушки. И именно тогда началась война с Японией, обещанная Сталином на Ялтинской конференции. Он дал слово Рузвельту, нашим союзникам и Черчиллю, что Советский Союз вступит или объявит войну Японии через три месяца после Катеринской войны. И он это выполнил день в день. 9 августа 45-го года южная сторона правобережья Амура уже полностью была оккупирована японцами. На этом правом берегу стояла так называемая 100-тысячная Квантунская хорошо отмобилизованная армия. И ждала только сигнал от Гитлера об открытии Второго фронта. Война с Японией длилась меньше месяца. Но и за это время советская армия потеряла немало солдат. А Япония, как известно, была разгромлена армией США. Хиросима и Нагасаки были полностью уничтожены двумя ядерными бомбами. Яков Мартьянов вернулся домой живым и невредимым. С Римой Жиренковой их объединяет долгие годы работы в прокуратуре. Юность Римы Семеновны тоже пришлась на сложное военное и послевоенное время. Но как бы сложно не было, она находила в себе силы не отказаться от мечты и вспоминала слова погибшей на фронте сестры. И вдруг в мае 42-го года ко мне заявляется сестра. Рима говорит, как бы ни было, учебу не бросай, старайся быть человеком, я уезжаю на фронт. Учебу бросить все-таки пришлось. И работать в колхозе, возить мешками зерно, ухаживать за ранеными солдатами. Но судьба и стремление восстановить справедливость сама вела Риму Семеновну в профессии следователя. Агенты ГПУ говорят, мы вашего отца арестовали. Мать, не родная, мать говорит, а как, почему арестовали? Ну, такое указание поступило. Его признали без следствия, без суда. Ему объявил ГПУ 10 лет лишения свободы. За что арестовали отца, Рима узнала только после его освобождения. На серой мятой бумаге было написано «Порвал портрет Сталина». Рима Желенкова отработала в прокуратуре 36 лет. За это время не получила ни одного нарекания по службе. В ее отделе была высокая раскрываемость. Секрет такого успеха признается Рима Семеновна в трудолюбии и верности своему делу. Татьяна Филатова, Евгений Анисимов, Андрей Шоклев. Специально для программы «Республика».